И снова всех рад видеть ребята, мы продолжаем Red Redemption часть 2, история Джона Марсона, посмотрим, возможно нам предложат еще пару контрактов Охотников за головами, это осталось у нас всего лишь парочку городов, это Стробари и Блэквота. На данный момент кстати я выполнил еще один квест Охотников за головами, хотя в принципе я не надеялся что его найду, мы доставили этого персонажа за 55 баксов и думаю что скорее всего на этом его история будет закончена. Ну давайте посмотрим, как я говорил ранее, больше нам в этой игре заниматься нечем, ой блин, подождите-ка, что у нас такая лошадь-то грязная вообще прям, офигеть, давай мы почистим хоть что ли. Больше нам заниматься нечем абсолютно в принципе в игре, это только лишь легендарные животные, как я это говорил, но искать их как бы не знаю, посмотрю будет ли у меня желание. Сейчас давайте для начала посетим два этих города, если там ничего у нас не получается, то скорее всего да, я попробую поискать наверное легендарных животных, может быть там будет реально что-то интересное. Все таки охотиться, выслеживать это будет классно, да и тем более этих легендарных животных можно шкуру принести в город и с нее сделать определенный этот, так сказать, эффект поиметь. Например, там шапки, одежку, какие-нибудь навыки для чего-либо, поэтому я думаю, что посмотрим. Здесь походу что, пожар что ли был, да? Половина леса просто выгорела. Да, интересно, будут ли у нас какие-нибудь доп квесты, пока мы двигаемся в город. Может быть будут какие-нибудь случайные у нас персонажи, которым нужно помочь, там, например, убрать капкан, да, заплатить денег, там, дать лекарства или же просто довести до какого-то определенного города, мало ли что. Посмотрим. Я вот, если честно, не знаю. Ну, вроде пока ничего нету. Там разберемся. Тихо-тихо, кролика не задави. Так, я все понял. Так, ну-ка. Стоять! Стой, 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 лошадка, стой, 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 куда, 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 успокойся. Успокойся, все, стой. Так, давайте освободим данную женщину. Сейчас я вас сниму, мэм, подождите. Бросает он как-то небрежно, конечно. Так. Сейчас я вас освобожу, мэм, подождите, сейчас все сделаю, не переживайте. Слава богу, вы появились как раз вовремя. Он меня такими вещами угрожал. Ой, спасибо, спасибо. Все хорошо, мэм. Все нормально, мэм. Все уже позади. Берегите себя, мэм. А вы что, лошадь не хотели забрать? Ну, ладно. В принципе, я мог ее подвезти к городу, как бы. Если уж на то пошло. Но, видимо, девушка имеет другие планы. Ладно, главное, что мы ее спасли, она живая. Я думаю, что она справится дальше. Это в смысле, она там бежит, что ли? Да ладно, нифига она бегает. Спринтер. Интересно, куда она побежит? В стробере, наверное, да? Ну, бегает она, кстати, достаточно неплохо. Для той женщины, у которой не было сил и шоковый эффект, наверное, да? Куда-то она отправляется в горы. Подожди, а примерно куда она может идти? Порт, что ли? Ну, скорее всего, в стробере, да. Но мы идем в Блэквота. Ладно, надеюсь, девчонка будет жива, все будет с ней хорошо. Раз она не попросила нас доставить в город, значит, она в этом не нуждается. Такс, мы почти уже на месте, да? Тихо, тихо, тихо. Спокойно, девочка, все хорошо. Да что ты так вечно кричишь-то, а? Итак, Блэквота. Сдается мне, здесь никаких не будет квестов по поводу охоты за головами. Хотя, это что у нас? Это фотостудия, да? Ну да, не наблюдаю здесь что-то ничего. Привет. Можно зайти в какой-нибудь кабак, пару стопорей пропустить. Ну что, давайте пойдем, отдохнем немного. Заходи. Здравствуйте, здравствуйте. Можно у вас что-нибудь съесть? Или нет? Давайте вначале накатим, вы не против? Так, давайте мне вискаря, стопарик. Будьте так любезны. Спасибо, друг, от души. Скажи, это вы купили землю в Питчерс Хоуп? Уж простите, молевопытство, просто я был в тех краях пару дней назад. Рад, что эту землю решили осваивать. Хотя она не самая легкая для воздельвания. В общем, я не хотел вам мешать. Удачи вам во всех делах. Да нормально все, чувак, че ты? Привет, приятель. Спасибо. Твое здоровье. О, хорошо пошла. Давай еще одну, братиш. Спасибо, брат. Спасибо. Давайте. Ваше здоровье. Спасибо, друг. Береги себя. А я пошел. Привет, ребят. Ну что, как я и говорил, здесь, походу, уже ловить нам нечего. Давайте тогда можем отправиться в Стробари. Может быть, там что-то есть. Но я думаю, что и там ничего не будет по поводу квестов охотников за головами. Хотя все может быть. Пока. Пока. Вам какой-то костер горит? Здравствуйте Привет, парень Здесь огонь? Ну я понял Можно я присяду? Подогони, ты же швед, я ненавижу, да? Насколько я знаю, нет Я просто показал, что у тебя волосы и глаза, как у них На прошлой неделе я остановился у поста в Мансасите, это поселение в Тол Трис Выменил шкуры на инструменты Все эти скандинавы такие странные, с ног сбились, чтобы проявить гостеприимство Ну ты же понимаешь, о чем я Все эти рукопожатия, улыбки, но глаза при этом они никого-то и не улыбались И еще были стариканы, которые ворчали безумолку на каком-то своем языке А потом я вышел в переулок, и там девчонка плачет, и парень стоит за голову, схватился Что-то не так с этим местом, конечно Никак не могу отделаться этой мысли Ладно, хватит об этом Вот и поговорили В принципе, диалог был ни о чемный Ну, ничего страшного Так, стой, 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 стой Стой Да, попробуем, следующие ребята, наши задачи поставить нахождение легендарных животных Постараемся найти их Всех Но, возможно, это не получится Есть определенные критерии, когда я говорил ранее, при которых вы можете их столько встретить В других случаях это просто невозможно Ну, я думаю, что и в строборе, скорее всего, тоже ловить нечего А, это любитель, который поиграть в ножички, да? Ну-ка, давай поиграем Если мне камера не будет освечивать То я сыграю Давайте сыграем с вами в опасное филе Ну, конечно, сыграем Четыре, да? Ну, это опасная тема Так, круги, да? Я не вижу, вот, кнопка какая Это чё, О, что ли, или чё? Я не вижу, какая кнопка, она просто отсвечивает Я понять могу, какая-то кнопка Так Вообще, А Понятно Ну-ка А, тихо, тихо, тихо Так Так, а быстрее-то можно как-то сделать, нет? Мне просто интересно, как скорость-то сделать Вот он же, по идее, скорость-то должен задавать? Ну, у нас зрители появились, да? Тихо Понятно Так, ладно, я вкурил, как это работает Надо просто быстрее кнопки нажимать И нормально всё будет Угу Тихо Тихо Ну, ладно, проиграл я проиграл, бывает Ну, что, спасибо тогда вам за игру, уважаемый В следующий раз сыграем по-другому Может быть Удачи вам Да нахрен ты мне нужен? Я-то вообще не хожу Нужен ты мне сроду Я просто понял, что больше ловить нам нечего, кроме легендарных животных Вот и всё В этой игре Так, это что тут такое, ну-ка Клерк станции, так Здравствуйте Вы Гектор Да, это я Мне сказали, вы затруднительное положение Должно быть вы друг Джосайни Трелани, да? Наверно Что в таком случае у меня есть сведения, которые могут вас заинтересовать Ну, допустим Подсказка по окравлению дирижанса Ну-ка Можно так? Вот Спасибо Вы очень любезны Из Бэкул 3 дирижанс Я слышу, его хорошо хранят, так что вам лучше придумать какую-нибудь хитрость Или использовать взрывчатку Не знаю, я не специалист Хорошо, Гектор, благодарю за помощь, всего хорошего Как скажете Так, а что по поводу штрафов? У меня есть штрафы, нет? Нет, я чистый, отлично Что, газету купить? Может быть Раз уж скупаем, так давай все Хотя даже не знаю, вы были в этом смысл Ладно, друг, спасибо тебе Из Блэквотера есть дирижанс, да? Угу Ну, кстати, можно заниматься тупо разбоями на дирижансы Других вариантов я просто не вижу, чем еще можно заниматься Ну, кроме, как я говорил Выслеживая легендарных животных Ну и все, тогда что? Все Давайте тогда На этом мы короткое видео-то закончим И будем с вами стараться как-нибудь потом В следующем нашем видео все-таки постараться найти Легендарных животных по максимуму Ну и, соответственно, получить с них определенные ресурсы Так что, ребята, давайте Всем спасибо Удачи Берегите себя Спасибо Спасибо Продолжение следует...